В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Дмитрий Абаренов официально вступил в должность главы Ленинского городского округа. Совет депутатов решил избрать на должность главы Ленинского городского округа Московской области Абаренова Дмитрия Александровича. 29 апреля состоялась уже третья по счету всемирная акция «Диктант Победы». Некоторые вопросы не то, что поставили в тупик, но пришлось порыться в памяти. Съемочная группа Видное ТВ вместе с сотрудниками Ленинского ГИБДД вышла в рейд и проверила, насколько законопослушны мотоциклисты. Административный материал за отсутствие полиса ОСАГО водитель видну не отрицает. Дмитрий Абаренов официально вступил в должность главы Ленинского городского округа. Его кандидатуру на этот пост поддержал Совет депутатов округа. Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры Видное. В ходе него также был озвучен отчет об итогах деятельности администрации муниципалитета за 2020 год и планах на ближайшее будущее. Совет депутатов решил избрать на должность главы Ленинского городского округа Московской области Абаренова Дмитрия Александровича сроком на 5 лет. Началось мероприятие с торжественной присяги, которую принес Дмитрий Абаренов, официально вступая в должность главы Ленинского городского округа. Вступая в должность главы Ленинского городского округа, клянусь, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав Ленинского городского округа, уважать и защищать права свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского городского округа. После поздравлений, прозвучавших со сцены, глава округа перешел к отчету об итогах деятельности администрации муниципалитета за 2020 год и планах на ближайшее будущее. Документ получил название «Ленинский городской округ. Развитие задачи и перспективы». Как отметил губернатор в своем обращении к жителям региона, важным правилом нашей работы остается постоянная связь с людьми, стремление учесть их мнение и подробно разъяснить логику наших действий. Дмитрий Абаренов отметил, что прошедший год был непростым из-за пандемии коронавирусной инфекции, тем не менее власти округа смогли показать достойные результаты работы. В рейтинге 50, который проводится на территории Московской области, Ленинский городской округ по итогам 2020 года занял 12 место. По 30 показателям из 50 муниципалитет в течение 2020 года находился в так называемой зеленой зоне. Из них 15 показателей – это первые места в общеобластном рейтинге. В своем отчете Дмитрий Абаренов отметил, что в округе сохраняются высокие темпы жилищного строительства. За 5 лет возведено 3 миллиона квадратных метров жилья. Ведется активная работа с обманутыми дольщиками. При поддержке правительства Московской области в 2020 году введены в эксплуатацию 6 корпусов проблемного ЖК «Видный город». По одному корпусу в микрорайонах «Зеленые аллеи» А и Б «Березовая роща». Всего было введено порядка 2,5 тысяч квартир. Тема строительства школьных и дошкольных учреждений также нашла отражение в отчете. Дмитрий Абаренов озвучил планы на ближайшую перспективу. В ближайшие три года Ленинский округ, такую задачу мы себе ставим, должен выйти на первое место по темпам строительства социальной инфраструктуры. В ближайшие два с половиной года мы планируем построить порядка 10 общеобразовательных школ и столько же дошкольных учреждений. Также глава муниципалитета рассказал о планах по развитию дорожной инфраструктуры округа. Мы говорим и про Восточное Бутово, и Римский квартал, и Государев дом. Все эти проблемы могут решаться только комплексно. Начиная от перенастройки режима светофоров и пуска дополнительных маршрутов транспортных до строительства новых выездов и развязок, а также расширения действующей транспортной инфраструктуры. В этом году мы должны завершить строительство выездов из 6 микрорайона Зеленой аллеи на трассу М4 Дон. Кто смотрел обращение нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, был отдельный слайд о том, что в ближайшее время начнется реконструкция Володарского шоссе и Каширского шоссе. Отдельно Дмитрий Абаренов отчитался о мероприятиях по благоустройству и поставил задачу на ближайший год. За пять лет в округе благоустроено 86 дворов. Мы поставили в этом году вместе с нашим советом депутатов очень амбициозную задачу в текущем году выполнить благоустройство порядка 50 дворовых территорий. До конца 2022 года отремонтируем еще 140 многоквартирных домов. Но здесь хочу подчеркнуть, что мы сейчас находимся в тесном диалоге с Фондом капитального ремонта Московской области. Эта цифра будет существенно увеличена уже на текущий год. Заменим порядка 80 лифтов. На данный момент рассматривается вопрос ремонта домов, расположенных в историческом центре города. Также в своей речи глава округа осветил вопросы общественной безопасности, медицины, экономики и социальной политики. В заключении выступления он поблагодарил всех, кто помогает в работе над улучшением жизни граждан муниципалитета. Я хотел бы сказать слова благодарности губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области за ту поддержку, которая сегодня есть Ленинскому городскому округу, а также всем, кто работает с нами на местах, в том числе правоохранительному блоку, депутатам и волонтерам, общественникам, старшему поколению. Нашим заслуженным ветеранам и почетным гражданам, кто вносит заметную лепту в развитие Московской области и Ленинского городского округа. Посмотреть полное выступление главы Ленинского городского округа можно в социальных сетях нашего телеканала. Максим Козлов, Елена Кошлева. Видно этого. 29 апреля состоялась уже третья по счету всемирная акция «Диктант Победы». В Ленинском городском округе в ней приняли участие более 600 человек. На одной из площадок, где проверяли знания по военной истории нашей страны, побывала съемочная группа «Видное ТВ». В Видновском художественно-техническом лицее для написания «Диктанта Победы» было отведено целых семь аудиторий. Здесь проверил свои знания по истории Великой Отечественной войны и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Некоторые вопросы не то, что поставили в тупик, но пришлось порыться в памяти и понадеялся все-таки на интуицию. В прошлом году она меня не подвела. Надеюсь, что и в этом будет так же. Всего на территории муниципалитета для участников акции было организовано четыре площадки. В Бутовской школе номер два, в Володарской школе, в Лицее гимназии города Видное. Также «Диктант Победы» можно было написать и в воинской части поселка Петровское. Принять участие в патриотической акции мог любой желающий. Тест длился всего 45 минут и включал в себя 25 вопросов о разных периодах Великой Отечественной войны. Здесь есть задание, где необходимо записать слово. Вам дается вопрос, и вы уже на знание текста, на знание той или иной картины, на знание художественного произведения. Стоит отметить, что на тестирование активно записывались школьники. Для них «Диктант» еще один повод доказать, что подрастающее поколение чтит и помнит подвиг прадедов. Специально не готовился, хотел проверить так, так сказать, на сухую голову, не на нагруженную знаниями, а так. Что, если меня просто спросит, а когда было то, а когда было село, а что использовалось, чтобы я мог спокойно ответить. Поэтому, собственно, не готовился. Для выпускницы Надежды Житковой участие в акции – это еще и возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Это был наш личный выбор – прийти, показать, что мы знаем, что мы помним наших ветеранов, которые воевали за эту войну, где мы победили подвиги русских солдат. Организаторами масштабного исторического тестирования выступили партия «Единая Россия», российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». Узнать результат можно на официальном сайте проекта. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня нашим гостем в студии станет заместитель главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Я думаю, самый главный вопрос, который в эти дни волнует жителей Ленинского городского округа, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем, как будут работать учебные заведения в эти праздничные дни? Значит, в действительности было указом президента объявлено с первого по десятого дня рабочие, да, и в том числе и праздничные выходные дни. И всех наших жителей волнует, как же будет работать наша медицина, наше здравоохранение в эти праздники. Значит, мы работаем все наши амбулатории и поликлиники. Первого, второго и девятого мая, как бы официально праздничные дни, не работают, но будут работать на базе взрослой детской поликлиники, кабинет неотложной медицинской помощи с 8 до 15.00, где также жители могут получить медицинскую помощь. Четвертого, пятого, шестого, седьмого мы работаем как обычные дни, то есть все амбулатории, все поликлиники работают по графику как по обычные дни, в том числе и узкие специалисты, и диагностическая служба, и лабораторная служба, и КТ, и МРТ, то есть все могут как бы записаться и пойти получить эту помощь необходимую. Третьего, восьмого и десятого мая по графику работа по субботе. Наше отделение неотложной медицинской помощи, в которых работает всегда, включая и все праздничные, и выходные дни, будет работать с 8 до 23 и оказывать всем медицинскую помощь на дому. Тем более в последнюю неделю мы увидели в динамике, что у нас пошел прирост вызовов на дом, и пошел прирост ковида, поэтому неотложная медицинская помощь будет также усилена и врачами участковой службы первичным звеном, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь нашему населению. Значит, колл-центр, очень такой вопрос слободневный, который всех будет волновать. Значит, колл-центр нашей больницы 8495-541-4001, значит, работать 1, 2, 9 мая не будет. Будет работать 3, 8, 10 по графику субботы, 4, 5, 6, 7, как и обычные дни. Если нужно оказать какую-то помощь неотложную, да, температура поднялась, давление, там боли в животе, люди звонят в 1, 2, 9 мая на 112, это передается в нашу службу неотложной медицинской помощи со 112, и наша бригада неотложной помощи выезжает, или скорая медицинская помощь выезжает и оказывает медицинскую помощь пациентам. Ну, коллюж, мы коснулись темы коронавируса, а как, можно ли будет вот в эти выходные, праздничные дни привиться? Конечно, тем более это очень такая трепещущая тема, да, в которых мы уже, жители, неоднократно проводили репортажи, что необходимо вакцинироваться, чтобы каждый задумался о своем здоровье и провакцинировался от коронавирусной инфекции. Тем более у кого-то может быть как раз вторая очередь вакцинации подойдет, и поэтому это волнует все, как будут работать пункты нашей вакцинации. Пункты вакцинации будут работать все дни, в том числе 1, 2 и 9 мая. То есть взрослая поликлиника, Молоковская амбулатория, Южная поликлиника, где у нас стационарные пункты, которые выходные не работали до 2, будут работать до 16.00, с 8 до 16.00. И остальные, там, Вегас, МФЦ, наши торговые центры, где были открыты точки вакцинации по тому графику, который мы предоставляли. То есть, пожалуйста, пусть наши жители приходят, вакцинируются, пункты вакцинации будут работать все дни согласно тому графику, который мы предоставим во всех соцсетях и на нашем сайте. Ну и, конечно, хотелось бы к предстоящей празднике нашим жителям только пожелать здоровья, счастья. Тем более, тут праздник и 1 мая День труда, 2 мая Пасха большой праздник для наших жителей, потом 9 мая пожелать всем здоровья, счастья, благополучия. Самое главное, подумали бы все о здоровье и, конечно, пришли на вакцинацию, чтобы побыстрее победить эту коронавирусную инфекцию, чтобы также продолжали соблюдать противопедемический режим, ношение масок, ну и, в общем-то, где массовое скопление людей находится. Спасибо вам на добром условии. Я думаю, все-таки наши жители прислушаются к советам врача. А я напомню, что мы беседовали с заместителем главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Еленой Зинатульной. К другим новостям. Каждый год перед началом мотосезона сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на дороге мото- и велотранспорта. Съемочная группа «Видное ТВ» вместе с инспекторами Ленинского ГИБДД вышла в рейд и проверила, насколько законопослушны мотоциклисты. О результатах расскажет Юлия Богосян. Здравствуйте. Здравствуйте. Я и Ленинского района, моя фамилия Букин. Будьте доброводить свое удостоверение. Документы на транспортное средство. Первый мотоциклист на пути сотрудников госавтоинспекции и сразу с выявленным нарушением. Отсутствие обязательного страхования. К сожалению, это весьма распространено среди мотоциклистов. Многие считают, что нет необходимости оформлять ОСАГО ради пары выезда в год. Административный материал за отсутствие полиса ОСАГО водитель вину не отрицает. По определенным объективным обстоятельствам пояснилось, что в настоящий момент полис ОСАГО оформить не может. Но водитель перед нами вполне сознательный гражданин. И таких сознательных много. По крайней мере, из тех, кого в этот день остановили инспекторы ГИБДД Ленинского городского округа. Традиционно с начала мотосезона они выходят на дороги, чтобы проводить профилактические рейды. Я 17 лет за рулем автомобиля. И я же вижу, как ведут себя остальные мотоциклисты. Лично я как на машине, так и на мотоцикле никуда не спешу. Вечные споры между автомобилистами и мотоциклистами. Кто же прав на дороге? И автолюбителей можно понять. Ведь мы часто видим, как водители мотоциклов превышают скорость, выбиваются из потока, создают аварийные ситуации. Но в свою очередь они оправдываются. Мол, надо просто внимательнее быть на автодороге и уважительнее относиться друг к другу. Правила дорожного движения соблюдаю, за исключением требования ПДД находиться непосредственно в потоке. Для мотоциклиста нахождение в потоке между машин, оно достаточно опасно все-таки. Поэтому чаще мотоциклисту выгоднее и безопаснее находиться между рядами или чуть-чуть быстрее потока. Естественно, смотреть надо в зеркала всегда. И на мотоцикле, и на машине. И соблюдать правила дорожного движения тоже надо всегда. Большое внимание инспекторы обращают на безопасность детей за рулем мопедов и велосипедов с электроприводом. Не покупайте необдуманным своим чадом мото-вело-технику. Приведу вам такой пример. В прошлом году осенью приезжали на дорожно-транспортное происшествие. Родители плачут, рыдают. Мальчик 12-13 лет на электровелосипеде врезался в бок автомобиля. Пострадал, кровь. Ну, никому это не нужно. Включайте голову, смотрите за своими детьми. Мотошлем, экипировка. Такими рейдами сотрудники госавтоинспекции стараются донести до мотоциклистов, что перед началом сезона необходимо привести в порядок экипировку и документацию. Проверить техническое состояние транспорта. И, конечно, быть внимательным за рулем своего железного коня. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Писанки, крашенки, плетеные из бисера яйца и небольшие иконки. Все это издревле украшало традиционные пасхальные корзины наших предков. Сейчас их редко можно встретить на праздничном столе. А вот в Расторгуевской библиотеке накануне светлого праздника Пасхи легко. Туда и отправилась наша съемочная группа. В этом году светлый праздник Пасхи выпадает на 2 мая. И пока видновчане пекут куличи и красят яйца луковой, шелухой и чаем каркаде, в Расторгуевской библиотеке можно вдохновиться настоящими произведениями искусства, созданными в традиционных народных техниках. В Расторгуевской библиотеке открылась новая выставка «Пасхальная радость». Яйца-писанки, роспись по дереву и бисерное плетение. Всего около 40 работ. Авторы экспозиции – заведующая детским отделением Расторгуевской библиотеки Татьяна Пономарева и ее подруга-рукодельница Ольга Казакова. Наша Расторгуевская библиотека много раз предоставляла выставочную площадку для творческих работ наших читателей. Но вот наконец представлена выставка нашего сотрудника. Она и вяжет, она и рисует, она и вышивает. И, как вы видите, она делает прекрасные работы из бисера. Орнаменты, которые наши предки вкладывали в роспись яйца – это образ Вселенной, это пожелание счастья, это пожелание здоровья, пожелание рождения детей и так далее и тому подобное. Даже есть яйца защиты дома. Татьяна Пономарева признается, создание таких традиционных пасхальных украшений – работа довольно трудоемкая, но очень увлекательная. К примеру, на роспись восковой многослойной техники одного такого яйца-писанки уходит около 40 минут. Капелька яйца окунается в желтую краску, потом там, где желтый закрасывается опять воском, в следующую краску окунается и так далее. И потом, когда уже яйцо считаешь, что полностью окрашено, его подносишь к свечке бочком и аккуратно воск стираешь. А вот на создание одного пасхального яйца из бисера рукодельницы тратят в среднем 3-4 дня. Подобные выставки в Расторгуевской библиотеке организуются уже на протяжении 8 лет. Также доброй традицией стали и мастер-классы по изготовлению пасхальных украшений. Один из них пройдет в следующую среду, 5 мая в 3 часа дня. Хочется, чтобы передать людям традиции, которые исконно русские, исконно славянские, наши, родные. Люди знали, любили и могли ими пользоваться и передать своим детям. Посетители выставки могут поиграть в старинную славянскую игру катания яиц, а также почитать книги об истории и традициях праздника. Экспозицию можно посетить до середины мая. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно это. В музыкальных школах муниципалитета началась пора отчетных концертов. Свои умения продемонстрировали учащиеся дыши поселка Развилка. На сцене учреждения прошел концерт под названием «Жемчужин ожерелье. Сияние талантов». Каждый гость, перешагнувший порог детской школы искусств поселка Развилка, отправился в чудесное путешествие к берегам Древней Греции. Так в рамках отчетного концерта зритель познакомился и с воспитанниками учреждения, и с персонажами мифологии. Я уже по истории прошел греческую мифологию, так что, в принципе, неплохо. На сцену вышли Аполлон, под чьей мелодией танцевали музы, и их мать, богиня Мнемасина. Эти роли исполнили воспитанники театральной студии и школы искусств. Они стали связующим звеном всего концерта, искали таланты – жемчужины для ожерелья. Какая красивая, удивительная, так ярко сверкает. А что такое жемчуг? А жемчуг – это символ вдохновения, творчества, чистоты и возвышенности. В древние времена арфу считали инструментом богов. Игру на ней уже второй год изучает Злата Орешкова. За это небольшое время юная арфистка уже стала победительницей международного конкурса. Москва собирает друзей. Если стараться, он покажется легким. Я выбрала этот инструмент. Он мне понравился тем, что он струнный, большой, и у него красивое звучание. Воспитанники школы искусств продемонстрировали свои успехи и достижения, полученные за год обучения. А главными зрителями и критиками стали родители юных артистов и их учителя. Особую оценку вынес присутствующий на празднике творчество председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы вкладываете душу в наших детей. И, конечно, пожелать вам, всему коллективу, терпения, а нашим деткам развиваться в таком хорошем, добром, творческом таком быть здраве. Дети с рвением пришли в учебу. Конечно, им было немного сложно приступать к учебе. Они немножечко расслабились. Но благодаря нашим замечательным преподавателям, которые очень ответственно, очень с вниманием, с большим и пониманием отнеслись к каждому ребеночку, ребята в процесс влились и начали приносить очень успешные плоды. Концерт состоял из 34 номеров. Юные музыканты, певцы и танцоры погрузили зрителей в мир искусства и творчества, рассказав историю с волшебным названием «Жемчужина жерелья. Сияние талантов». Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.